Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире вечерний разговор. Меня зовут Александр Стукалов. А в гостях у нас сегодня гость, даже скажу штампами из солнечной Грузии, режиссер Афтандил Варсимашвили. Извините, ради бога. Могу я вас назвать батон Афтандил? То есть это позволяет, да? Да, да, да. А у меня такой вопрос. Это к старшему или к младшему? Это без разницы. Не, можно даже к младшему, ребенку это сказать. Это уважительное. Это уважительное. Это принято сейчас в Грузии, вот так называют батона? Да, да. Только так и принято. Ну не то, что принято. Если это не очень-то близкий человек, с которым можно на «ты» говорить, то обязательно это батон, да. Батон Афтандил. Афтандил, это персидское имя, да? Сердце мира вообще-то. Ну да, говорят, персидское, есть версия, что и арабское. Но самое имя, самое имя Афтандил, это как бы для грузин, это достаточно очень важное имя, потому что это имя носит главный герой нашего самого главного произведения, Шоттеру Ставели, «Витязь в тигровой шкуре». Вот один из главных персонажей носит имя Афтандил. Поэтому это имя, вот такое популярное имя. У меня такой вопрос. Родители ваши чем занимались? Мои родители не занимались театром и искусством. Отец был инженером, мать была педагогом французского языка. И я вот в такой семье. Ну понятно. У меня мама тоже поправитель был русского языка в школе. То есть вы тоже, как говорит, халдейский ребенок по большому счету. Да, да. Это хорошо, между прочим. Хорошо. В детстве заставляли читать книги? Заставляли, как и всех, по-моему, детей моего поколения. Когда мне было там 6 или 7 или 8, в этом возрасте мы все начали читать. Ну как бы сперва заставляли, ну а потом полюбил и сам без них ночью даже с батарейками, потому что не разрешали ночью под одеяло. Хорошо. Хорошо. Какую музыку вы в детстве слушали? Ну, вы знаете, так как я профессиональный музыкант, так как... Музыкальная школа была? Да. Да. Не только школа и техникум. Я веоланчилист. Поэтому я с детства слушал классическую музыку, но, конечно же, я так, как и все ребята моего поколения, выросли на Битлз. Я знаете, почему спрашиваю? Суть в том, что получилось так, что лет 10 назад мои еврейские друзья приехали своими друзьями из Израиля, которые не военные, а не йеменские евреи, выросшие в Йемене. Тоже, в принципе, с вами почистские ровесники, у нас там разница это 2 года всего лишь. Да. То есть мы одно поколение, и мы когда застолья сели там, общались, оказалось, что вроде Йемен, да, я тоже слышал Битлз. Да. Мы вместе читали Селлинджера. Да. И вот тогда кажется, что мир, в общем-то, маленький. Да, маленький. Мир очень маленький. И есть что-то всегда, которое объединяет поколение. Не важно, где ты живешь, в Кишиневе, в Тбилиси, в Нью-Йорке. Что-то всегда объединяет. И это что-то, в первую очередь, конечно, культура. Вы коренной Тбилиси, да? Да. Да, да. Вы, этот город, там и не было, к сожалению, но мне все говорят, что этот город невозможно не любить. Я тоже так считаю, что этот город невозможно не любить. Я вот родился, вырос в этом прекрасном городе. Много раз имел возможность жить в других странах, в других городах. Мои дети, они граждане Франции и живут в Париже. Но я работаю во многих странах, но нигде никогда не хотел. Почему они живут в Париже? То есть вы не сумели привить им любовь к Тбилиси? Не, не, они просто учились там, учились и получили достаточно хорошее место работы. И поэтому они работают по своей специальности. Ну да, это много значит вообще. Да, они не просто иммигранты. Сынкина режиссер, он работает на Вевера и Нилсе и снимает художественные фильмы для Франции тоже. А дочь искусствовед и она такой эксперт по картинкам. Поэтому у них там своя такая работа, но это не знаю, что они не приезжают. И пожалуйста, вопрос такой. В детстве спортом занимались или только велончель была? В велончель первую очередь, но спорт был это велосипед. Если можно назвать спортом. Хулиганом были? Хулиганом? Нет, не было хулиганом. Да, ну меня оберегали хулиганы. Потому что у нас такая хулиганская школа была. И вот эти хулиганы меня очень любили, потому что мои одноклассники. Потому что я очень хорошо учился и давал им переписывать все время. И они мне помогали. И оберегали. И для них я был таким показательным. А знаете, такой вопрос у нас. В детстве, мы же одного поколения. Драки были между школами, между районами? Да, еще какие драки. Да, большие драки. Притом я вырос в криминальном районе города Тбилиси. Есть такая нахаловка называется. И там очень много криминалов было тогда. И естественно, школа. Я свою школу даже назвал Малой Академией Криминалистик. То есть очень много криминалов. И только из моей школы, и даже из моего класса таких авторитетов вышло, к сожалению. И ну вот я с ними вот как бы дружил с детства. Ну конечно, да. То есть у вас детство было такое. И одновременно. И музыкальная школа, и хулиганский район. Да, да, было так. И я очень рад, что так и было. Потому что это помогло мне познать жизнь во всех ракурсах, которых можно было. А после школы вы поступили сразу, типа, получается, в технику? Да. Музыкальное училище или нет? Музыкальное училище, да. Ну так как это реально шло параллель со школой. И потом, ну как бы один год только. Но я так очень резко бросил заниматься музыкой. Все думают, что я поступлю в консерваторию, но я поступил в театральную. А почему в театральной? Вы в детстве в школе в Курске играли в театральном линии? Знаете, играл, да, конечно, играл. Но я никогда не хотел стать театральным режиссером. Я всегда хотел стать кинорежиссером. Но вот все время была такая борьба. Консерватория или режиссура. Кинорежиссура. Оказалось, что потом поступил на театральную режиссуру. Но интересно было то, что вот как я бросил музыку. Вот сейчас, спустя годы, может быть, я даже горжусь своим поступком. Объясню. Дело в том, что, как говорят, я правда очень хорошо играл. И тогда, когда я уже заканчивал, к нам на концерте приехал, с концертами приехал Растропович. Великий Растропович. И нас, юных виолончелистов, собрали и сделали такой концерт в честь Растроповича. И мы для него играли в малом зале консерватории. Естественно, после концерта он подошел ко всем, в том числе и ко мне. Похвалил, мы все были горды, что вот Растропович хвалил нас. И на второй день был его концерт. И когда я пришел на этот концерт, а я тогда играл вот с Сен-Санса Лебедь сам. И вот в его там репертуаре в концерте вдруг спонтанно оказалось это произведение. Произведение, которого я очень хорошо знал. И Растропович так гениально сыграл, что я, будучи, ну сколько мне было, 15-16 лет, я понял, что я никогда так не сыграю. И я пришел домой и сказал, что я больше не буду играть на виолончели. А что мама сказала? Ну, все были ошарашены. И вот так я вот забросил музыку и поступил. Скандалы дома были к этому поводу? Били, да, были. Потому что они, вот то, что я в консерваторию поступил, они это поняли бы. Но вот то, что я вот театральному собирался, вот они этого не понимали. Они говорили, ну почему, почему? Ну вот так. Но я поступил тогда в театральный институт с надеждой, что... Просто тот год не было приема на кинорежиссуру. Я поступил в театральный институт на театральную режиссуру с такой надеждой и с планом, что вот где-то через год или два я возьму академический и потом сяду на кинорежиссуру. Но театр засосало. И вот так как я реально с первого же курса начал ставить спектакли, и уже долго не смотрел на кинематограф. Это было уже потом. А помните свой первый спектакль, который вы поставили? Да, помню. Это была пьеса Уильяма Сараяна «Эй, кто-нибудь». Это было на первом курсе. Если говорить о таком профессиональном спектакле. Хотя в школе я много стал. Драмкружки. А папа инженер не хотел, чтобы вы пошли по его стопам? Хотел, конечно. И мой брат пошел, и он стал большим строителем. Естественно, он хотел. И вообще не понимал, почему я иду на режиссуру. Более того, это тоже анекдотично. Когда я ему сказал, он сказал, что подожди, подожди, он это спутал. Он вздумал, что я в консерваторе. Он говорит, подожди, это тот, который вот с палкой. Я говорю, нет, тот дирижер. И все это, который снимает фильмы. Он старший или младший? Брат. Брат старший на два года, да. Ну, брат вот поступил, и он стал строителем. А вы дрались с детства с ним? Да, ну, в то же время он оберегал меня все время. И оберегает до сих пор, несмотря на то. Нас двое, да, вообще? Нас двое, да. Оберегает до сих пор и все время старается помочь мне. Потому что у меня, я ведь с детства очкастый, поэтому такой очкарик. И все как-то старались помочь все близкие. И до сих пор это так. Интересно. Вот, а что интересно было в учебе, когда вы учились на режиссера театрального? Это было познание первой очереди. Это было открытие мира театра. Потому что, несмотря на то, что я вставил в школе делать детские спектакли, я правда никогда не думал, что я буду театральным режиссером. Потому что я тогда и фильмы снимал. Уже и тогда фильмы, да? Да, какие-то короткометражки. Учебные студии, школьные студии. Старался, даже, ну, как бы, даже Фантомас снимал. Знаете, вот это было. То есть, уже в школе снимал, вставил спектакли, но не думал о театре. Но когда я поступил уже на театральную режиссуру, ну, да, мне было 16 лет. Да, 16 лет, когда я поступил. И, ну, с таким, как я уже говорил, с идеей, что вот через год я перейду на кинорежиссуру, будет набор, я возьму академический, сяду. но вдруг я с другими глазами увидел театр. Почему? Потому что наш педагог, он забрал, он был художественным руководителем театра Марджинишвили, это второй академический театр Грузии, и мы участвовали в спектаклях, массовках, и я наблюдал вот этот процесс репетиции, и я вот начал познавать этот мир театра, абсолютно магический мир, он более магический, чем кинематографический мир, и это меня вот захватило, засосало, и с тех пор я вот как бы болею театром. То есть болеете театром всю жизнь? Да, получается, что да. Сколько вы поставили спектаклей? Ой, я уже точно это не могу сказать, более ста спектаклей точно поставлено. Есть, будем говорить, такие самые удачные, вот такой, вот это я сделал. Да, у каждого режиссера есть такие спектакли, которым он может гордиться, и сказать, что вот это да. Ну, в моем случае, конечно же, есть такие спектакли, но когда мне задают такой вопрос, я говорю, ну, конечно, самое лучшее, то, что я сделал, это сам театр, свободный театр под названием Свободный Театр Грузии, это мой собственный театр, и я горжусь этим театром, хотя могу, конечно, назвать спектакли, которым тоже горжусь. это в каком театре спектакле, вот где вы сейчас режиссер в русском театре, или вот в этом свободном театре, который спектакль поставили, самый лучший? Не, не, и там, и там, потому что, что касается Грибаедовского театра, конечно, я очень бережно отношусь к этому театру, уже 25 лет я руковожу Грибаедовским театром. Вы знаете, что сегодня пошел 26-й год. 26-й год, да? Да, вот именно сегодня. Хорошо. То есть, вы художественник 26-й, да, сегодня? Вы художественный руководитель? Я художественный руководитель государственного русского академического драматического театра имени Грибаедова Квильского, и Владелец художественный руководитель Твилисского свободного театра. В свободном театре еще и директор, или там директор отдельно есть? Не, не, у нас вообще Грузия художественный руководитель это первое лицо, и директор подчиняется художественному руководителю. То есть, получается, что директор там типа в роли завхоза получается, руководить, да? То есть, на вас все? Ну, реально да. реально да а теперь такой вопрос где сложнее руководить в театре русском театре или свободном театре я парадоксально вам отвечу нелегко и там это я объясняю почему я из друзья режиссеры тоже которые ставили то есть у нас есть кишине вот есть театр хормелина есть театр вот крыл то это театры режиссеров это авторские театры авторские театры и человек идущий туда работать изначально соглашается что он идет этот театр работать в государственном театре имени чехова это или театре несколько государственные театры где большая труппа где много режиссеров разных просто не всегда и там люди приходят на работу и на государственной работе числится и знаю что вы товарищи ответе казаченко стал спектакли то есть там были нюансы когда он не мог подобрать актера себе из тех кто там будет берите те кто работает в театре актеров много в театре числится вот и никто не подходит под эту роль не подходит надо с другого места брать то есть что он мешает брать ну тут она были такие нюансы вы просто в том много нюансов всяких то есть я обиду того что все-таки или частный театр то есть это ваш театр лично это вы в театре то есть вы любите это ваше продолжение то есть в принципе в том же театре грибоедово которым сейчас вы руководитель это все-таки театр с историей где вы часть истории да а в свободном театре это вы это театр и вы это неотделимые без согласен и люди которые приходят туда играть они изначально приходят соглашаюсь на ваш диктат на ваше видение всего да да где проще искать работать в театре этого и в топ театре вот опять отвечу в обоих девочке легко и свободно работать потому что во первых у меня очень хороший технический персонал первую очередь который работает и помогает мне во вторых у меня и там и там очень хорошая труба она одна из ну она лучше объясню ну-ка так как русский театр единственного театра в грузии поэтому он как и лучше он есть а что касается грузинского театра свободный театр это грузинский театр вот кстати вот в этом без большая разница что это русский театр это грузинский театр у меня вот грузинская трупа это не только я считаю что принято в что у меня самая лучшая трупа театральная трупа грузии свободном театре но почему легко потому что я открываю двери своего театра талантливым режиссером я никогда не боялся других талантливых режиссеров и они ставят у меня спектакль практически все ведущие режиссеры грузии ставили у меня и там и там то есть я открываю двери театров и они работают поэтому мне легко нелегко хорошо а что такое русский театр в грузии вопрос вот я хочу спросить русский театр в молдавии да значит это театр русской театральной школы либо это театр играющий на русском языке вот что такое русский театр или это театр который должен стоять только русских драматургов что такое по вашему русский театр объясню конечно же это очень актуальный вопрос очень важный вопрос принципиально важный вопрос потому что если вот не отвечать на этот вопрос так ты не сделаешь никогда русский театр вне россии я скажу как вы у нас театр закрепают его это русскоязычный грузинский театр потому что театра он может быть только выращены на национальной почве я не драматургию я имею ввиду театральную эстетику и гражданственную позицию без которого не может существовать театр поэтому у меня такой русскоязычный грузинский театр по позиции по социально-политической позиции по театральной эстетике он грузинский но мы играем на русском языке а что такое вот театральная эстетика вот именно вот это ма это и игра это и природа чувства это школа первую очередь эта школа грузинская театральная школа она реально очень резко даже отличается от русской театральной школы она более эмоционально она более взрывная она более театральная и стихия театральной игры у нас гораздо больше чем русской театральной школе если русская 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 театральная школа она основана тогда в психологическом театральной системе у нас на все таки и такая стихия театральной игры и мы все время игры и как бы играем когда нежми не живем и мы играем вот и поэтому мне кажется что вот кстати очень нравится немного но может быть многие молдавские актеры начинали выделила стремпиану до мига и замечательная актриса который снимал кстати у меня фильме испахан батуми она сыграла одну из главных ролей замечательная актриса да микки очень красивая очень интересная обаятельная женщина очень талантливая с истории да это очень здорово и в принципе не сидят а вот это она все-таки отличается от тех актеров которые учились там либо в россии либо учились у нас на все-таки больше мне так кажется именно русской театральной школы тут не знаю я к сожалению не смотрел спектакли чеховского театра вот я вчера только смотрел вот театр мастери маргарита да и мне показалось что там конечно русская школа более доминировать насколько я знаю тоже мастер маргариту ставили да я стал вас на грузинском языке да и не на русском языке грибайдовском и стал но это был большой спектакль там человек 60 часто школа что сказать про наш спектакль он интересный если очень интересные задумки по по режиссуре трактовкой и мне понравились ребята молодые ребята которые очень органичны и очень хорошо работают молодцы обычно вы знаете я досмотрел спектакль до конца что это значит это значит что вот хороший спектакль что я обычно весь мне нравится я ухожу тем более что там два антракта было я мог уйти да спокойно но я остался до конца и мне понравился спектакль могу сказать что понравился конечно есть какие-то замечания ну так и без этого уже этого да но в общем спектакль понравился понравилась актриса замечательная актриса которая играет в маргариту понравился актер который играл волан да и актер который играл а за зелой корови его замечательный актер да ну вообще многие понравились вот актер который играл понти пилата замечательный тоже актер как он прекрасно слушает то есть а вот такой вопрос вам наш театр нравится ты минут по студии роз вот этот театр какой вот наш театр студия имени с улицы роз вот когда которого сейчас на фестивале которые вы приехали и узнаете кармелинский театр да 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 я йору знал я йору знала притом ну достаточно много раз мы встречались и разговариваем но всегда мы как-то разговаривали вне кищенева и поэтому я только очень раз реально смотрел его спектакль получилось к сожалению вы знаете я не могу так однозначно сказать что мне нравится это все потому что я очень мало видел я сказал а я только один спектакль дел поэтому несмотря на то что я гости как бы обязан говорить хорошие красивые слова то не скажу это пока пока я хочу посмотреть еще какие-то спектакль вопрос то в том что да вы гость но вы будем говорить так именитый гость потому что у вас за плечами огромный кризис старый спектакль и у вас будет есть багаж с которой вы можете судить нет я объяснил подводите вы профессионал вы можете судить представить точка зрения на пера не профессионал я получаю эмоциональное удовольствие спектакля мне нравится наш маленький театр потому что он маленький именно отношения актер который находится там в пяти метрах от тебя совершенно другая энергетика также и в большом зале это и по сути театр после это очень люблю но у меня эмоциональные нюансы я объясню значит у меня с музыкальным слухом не очень хорошо ну бог дал и так получилось в жизни что я варил кофе одно время филармонии пять лет подряд то есть я приходил на работу перед перед творил кофе перед представлением быстро закрывал ушел зал первые два года я ходил все слушал абсолютно я считаю что с музыкальной точки зрения это был один из самых интереснейших моментов моей жизни эти там три раза в неделю ходить или четыре раза в неделю ходить прекрасно слушать музыку вы прекрасно ну вот один раз я вышел оттуда после концерта вместо с юрия маховича у нас есть потрясающий фортепиано дед махович лакпикус он был декан филдиска факультета в нашей академии я говорю юра тебе концерт а вот тут они тут с фальшивыми спасибо я получил эмоциональное удовольствие я не слушал их и вот поэтому один год этот дилетантский взгляд с моей точки зрения я получаю эмоциональное удовольствие вы профессионал вы наверно смотрите сканируете все потому что сколько вас опыт 40 с чем-то лет 40 с чем-то лет то есть вы можете сканировать полностью все видя все грехи после вы понимаете как она как построить спектакль как он построен декорации все это вместе ну да это все видите за это моя профессия ваша профессия вы но то же время эта профессия как раз помогать и помогает и мешает мешает у вас для как бы получения удовольствия потому что если там что-то не то и если там я сказал что я ухожу да и как если мне не нравится я ухожу вы знаете это тоже профессионально обидно скажу одну маленькую историю когда-то я попросил гаррика каспарова сыграть со мной в шахматы я сказал нет и говорю ну гарри ну давайте сыграем вы завтра а я потущу жизнь буду говорить что я играл сказали каспарова проиграл с величайшим шахматистом мускала нету знаете если вы просто любитель они профессионал конечно же ну ас обиграю но у меня голова будет болеть потому что он весь профессионально считает ходы и начинает считать да вот здесь как компьютер идут там логических там допустим 15 ходов да а я делаю 16 и он так догадывается что я перед ним сидит абсолютно дилетант но вот из-за того что он мучает свой мозг потом начинает то головная боль и это чисто профессионально и поэтому когда я смотрю я не могу смотреть любительские спектакли потому что когда я вижу что там вся вся схема нарушена и не создается так как надо создаваться и идут не ту ту сторону у меня начинается головная боль и я и вот когда я досматриваю спектакли до конца это значит спектакль хорош хорошо а вот представьте себе эти актеры которые знают что батон автодил сидит в зале вас там грузии то знают да из рук он встает и уходит это же все это больно да это больно это все это больно поэтому открою вам один секрет я практически не хожу если мне не говорят уже что у меня была такая история когда тоже был как друг около кого-то театра у меня была назначена встреча с художником днем днем где-то 12 часов дня и он мне позвонил и сказал что он опаздывает и где-то через 30 минут он будет и искал хорошо подожду а так как я ухода театра страну до вышла капердинирши году на спектакле а что сейчас спектакль детский спектакль ой давайте я зайду у меня полчаса и я захожу так тихонечко зашел зал сел и смотрю в детский спектакль ребята там работает играет и друг вижу что так впереди так тихонечко ползет актер код замешательство на сцене 12 часов пришел смотреть как детский спектакль они все так растерялись вы думаете у тебя еще там на фильм кого-то и шоу вот и смотрю не я не часто хожу на спектакль потом австандил давайте перейдемся на рекламу потому что тебе не без рекламы никак дорогие друзья пожалуйста не переключайтесь в гостях у нас батон австандил режиссер из города билиси реклама на 21 спасибо дорогие друзья что вы не переключились продолжаем наш вечерний разговор с грузинским режиссером автодилом васевашвили нашему гостям на театральный фестиваль который проходит в театре с улицы роз батон автодил как-то будет если на сцене висит ружье она должна выстрелить правильно когда кофе вы еще не пили а я вообще-то в общем так сказать моя основная профессия кафеджио в общем-то по этой причине как без чашечки кофе я кофеман поэтому с удовольствием я выпил да это я сейчас делаю вам с кардамоном я зрителю открою секрет что я уже пил ваш кофе конечно гениально делать вот тоже вот кто знал что тогда повернется до чашечка у меня просто получилось так я служил три года в морфлоте и когда я дебилизовался мне сестра подарила кофейную чашку и поспел в детскую высшую мореходку мистера подарила кофейную чашку и начал собирать чашки и вот шаг за шагом 27 лет осветил в перу в кофейне конкретно свой день рождения и вот так шаг за шагом конце концов кончилось тем что я стал кофе джио это такое румынское слово обозначающее это как-то с турецкой кофе баши человек который варит кофе и получает этого удовольствие огромнейшее потому что кофе это магический напиток да на грузии грузины пьют кофе много батулы да по-моему на побережье морей везде пьют кофе потому что я помню что вот марсель я был в принципе это как-то связано с морем да или нет да нет в принципе шведы пьют очень кофе много вопрос это наверно знаете как но у шведов тоже есть море ну нет я понимаю но шведы пьют очень много кофе турки сейчас пьют больше чая чем кофе между прочим при всех нюансах у них потребление переходит на чай хотя в принципе я часто бывают турции турецкий кофе в общем-то это культурное наследие юнеско 2013 году турецкий кожи был занесен в мире до среди резко именно турецких вот этого я не знал сюда вот вышел сначала водичек водички для свежим рецепторов мне очень нравится этот турецкая поговорка что если ты пьешь воду после кофе ты хочешь смыть вкус плохого кофе изо рта поэтому воду напить до кофе получать этого именно удовольствие да я часто бывают в турции у меня там и студенты когда-то я был один из основателей трапезонского театрального фестиваля это мои ученики кстати очень много моих учеников сейчас ставят спектакли в турции турецкие студенты у меня уже нет да они учились на грузинском или на но на интернациональном они сидели на на моих репетициях вот тут автодил секундочку имеем маму преподавателя французского языка вы французский говорите вы знаете я очень плохо говорю на всех языках мира в том числе и на русском как вы сейчас уже заметили и по-моему на грузинском тоже я я знаю чуть-чуть французского чуть-чуть английского чуть-чуть итальянского чуть-чуть испанского но говорить мне вот на самом деле сложно на всех языках мира я больше люблю не говорите так допустим ставить работать не говорю но так общаться так но сейчас понятно что я должен говорить когда нахожусь у вас в костях то есть а вы что вы читаете в академии искусств что вы читаете там у нас профессора у не да у нас университет театра и кино имени что-то руставили я там профессор и преподаю режиссуру и я в университете как называется должность ну как бывший зал кафедры режиссуры сейчас по управлению направлении режиссерское направление лидер режиссерское направление так называть а вот такой вопрос когда первое кино поставили кино вот вы же у вас нравится тут надо вас такие на студии да да сейчас у меня есть своя киностудия но когда-то не было когда-то было я очень долго работал театра уставили это самый главный театр грузии национальный драматический театр где я где куда меня приняла великий роберт сто руа когда мне было 19 лет я был на четвертом курсе когда у меня взял режиссером постановщиком национальном театре это было бы абсолютно беспрецедентно до сих пор историю и когда вы там высоком лет было когда первый спектакль поставили 20 уже было 20 когда поставил свой переспектакль театр расставили и потом я проработал там 13 лет я ушел из театра ушел из театра и ушел кино потому что был на моем спектакле очень большой кинопродюсер большое плане того что очень популярный нашумевший в свое время антонио дзинари он был продюсером фильмов всех фильмов фантоци если помните вот такого персонажа и он смотрел мой спектакль и он предложил вдруг мне снять фильм это было абсолютно неожиданно потому что я говорил все детство я мечтал о кино и вдруг и потом как бы забыл про кино и друг мне предлагают снять полнометражный художественный фильм притом в италии с итальянским бюджетом то есть итальянским бюджетом да потому что там тогда был год достоевского и они как-то добились тогда мы тогда еще не знали про магическое слово гранта они уже знали и они достали это грант на достоевского для экранизации достоевского и он хотел он хотел кого-то тогда еще советский союз был кого-то из советских режиссеров взять и так как ему по большому счету было абсолютно наплевать какой фильм выйдет из этого потому что он просто грант хотел освоить и он как бы доверился мне понравился мой спектакль я сказал что антонио я ведь даже одну минутную короткометражку еще не снимал ты хочешь то я снимал бы полнометражную картину да хочу с ним со мной ему было легче понимаете я был неопытным кинорежиссером и притом правда ему хотел просто освоить я думаю тогда этот бюджет и мы начали тогда вот и сразу я оказался в мир кинематографа сразу снимать полнометражную картину притом экранизация достоевского вы можете в ютубе на быть там допустим кроткая варсимашвили вы будете этот фильм и единственное ну мы снимали на русском языке потому что потому что достоевский потому что динар думал что думал что он еще продаст этот фильм советскому союзу и тогда я пригласил льва дурова лев дурова там главной роли и вот это же вы пригласили сами да да это было если дни если честно да то не совсем я объясню но я дал согласия дружил с туровом я хотел самого начала яковского и и да я пришел коллегу дал сценарий и олег очень хотел сниматься но он сказал что надо его подождать потому что тогда он снимался в царе убийцы и он говорит он сказал что надо было ждать его 7 месяцев а динар не хотел ждать 7 месяцев надо было найти актера который был как-то связан с итальянским рынком а янковской был естественно до ностальгия торговского и и потом возникла кандидатура дурова потому что тот абсолютно идиотист какой-то фильм совершенно дурацкий фильм про баскетболистов который осмотрел который имел огромную популярность виталий советский фильм про баскетболистов где играет дуру тренера и вот мне сказали что вот этот актер вот будет я приеду тогда приехал в москву встретился с дуром который ну конечно дал согласие был счастлив что снимается и вот я так снял первый фильм и так как фильм сразу же получил на фестивале времени чиничит а риме не чинем называется так этот фестиваль специальный пресс-жюри притом мы получили тогда от микеланджело антонионе этот приз то лично да да а у меня много видеоматериалов фотографиями с микеланджело антонионе и вот после этого ну как бы сразу же как бы изменилось отношение и ко мне и к этому фильму фильме имел очень большой успех в италии что значит очень большой успех он до сих пор в итальянском прокате то есть в телевизионном прокате и очень часто крутят так как я чуть-чуть авторский заплатил хоть очень мало но так называют все равно платят вот я вчера старался у вас винисти платье так как всегда это неожиданно я понимаю что он как бы до сих пор его этот фильм показывает до советском союзе они не пустили все там было не потому что была цензура а потому что тогда тогдашние руководители госкино сказали что подождите подождите мы должны заплатить деньги за экран за то что вот экран за и нашего достоевского фильмы в советском прокате не шел он в итальянском как бы до сих пор уже сколько то есть на русском дубляж да и на какой дубляж мне на русском снимали на итальянском дубляж на русском есть кстати но я говорю в интернете она есть вы можете найти это мне кажется что это одна из лучших ролей льва дурова с которыми она дружила очень до конца его смерти чтобы показать его по молдавскому телевидению надо получить вас разрешение на это дело ради бога вот так хорошо то есть получается потом пошли фильмы уже другие фильмы уже потом пошли это я снял как я в девяностом году да вот до разрушения советского союза а потом ну как бы долго не не снимала что но начали начались эти девяностые годы и когда уже потом конце я открыла свободный театр был художественным руководителем гриба это стал художеством гриба этого я совершенно случайно оказалась камера правда случайно у нас есть потрясающий человек меценат иванищвили который дал нам технику он отремонтировал театр гриба этого и он давно отдал технику и мы не знали что это за техника кинотехника то есть тогда камера ред очень известная камера сейчас известная но тогда вот как раз вышла вышла эта камера и мы не знали как работать с этим и ими связались голливуд выпускал сам голливуд сейчас уже не выпускает ими связались из пара спросили ну вот как с этой камерой работать первая цифровая камера реально и они сказали что ну конечно же мы можем вам дать какие-то инструкции но лучше всего вы знаете ребята возьмите камеру снимите там бутылку что ну что-то выходите на улицу дома ребенка снимайте и так на практике научитесь я тогда сказал чуть подождите мы будем сейчас снимать собаку там кошку чашку давайте возьмем у нас есть спектакли просто спектакль отснимем ну получится получится не получится не получится но будем знать что и тогда у нас шел такой спектакль идиотократия это по моему сценарию поставлен очень смешной спектакль такая комедия и ими просто снимали как просто снимают спектакль просто снимали где-то в 10 дней перенесли зашли в интерьер как кино снимали но единственная задача которая у нас была это то что как бы сохранить этот спектакль для себя то есть реально без гонорара в абсолютно без гонорара то есть все наши всеми только вот оператор был мой моим другом он очень хороший оператор сказать давайте я помогу вам и вот так мы сняли вот за 10 дней сняли мой же спектакль с этими же актером и когда мы так я смонтировал потом фильм и показал своим друзьям этим же актером и все очень смеялись 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 и кто-то мне сказал слушай а давай может предложим кинотеатром а пойдет это все так это аля театр о чем и теряем ну дадим мы бы что-то заработаем и дали раздадим актерам деньги и я пошел на это и договорился с кинотеатром и мы пустили и то есть мы тогда заработали то есть мы думали что мы покажем неделю а показывали где-то полтора месяца по грузии и заработали очень большие деньги просто заработали потому что это был первый грузинский цифровой фильм мы не думали что снимаем первый грузинский цифровой фильм и это как бомба оказалось и тогда люди пошли долго смеялись так как это же такой аля политический фильм комедия даже уже президент смотрел саакашвили он не звонил он высказался это публично потом так как он высказался публично все пошли туда смотреться и и вот и потом стала потребность продолжение этого фильма потому что ну как бы все требовали и тогда появился следующий фильм который назывался все будет хорошо да все будет хорошо который мы снимали в индии уже появились наши какие-то коллеги с индийской стороны и ну был такой совместный проект мы сняли в индии потому что актер который играл вот как бы это продолжение продолжение идиотократии и актер который снимался главной роли он умирал это мой был моим лучшим актером и другом никого мелаури один из больших не только актеров и поэтов грузии он похоронен сейчас пантеоне и он умирала и и но хотел он все время говорил про индию хотел в индию и тогда я придумал продолжение фильма идиотократии что это местодействие индия и я его забрал что как бы перед смертью он и все знали что он умирает потому что у него рак и он это прекрасно знал и мы вот сделали такую последнюю поездку в его жизни мы приехали поехали в индию снимать фильм и мы сняли этот фильм и вот а этот фильм принес больше популярности чем первый фильм и он до сих пор считается одним из самых коммерческих фильмов грузии когда вот после этого фильма этот актер которым я говорил он умер я снял в памяти этого моего друга ученика и актера фильм который называется давай брат давай это уже не кометия это уже такая травма и она провалилась вот прокате она ну реально бы тогда обанкротились просто потому что все заработаны студии уже было этого сада уже вар студию уже создали до расшифроваться вар студия это я есть то есть моя фамилия может шифроваться так в варсимашвили я есть сын струны струны швили это струны не швили это ребенок сын ребенок я есть сын струны я говорю ну я сейчас переставляю это очень много фамилия это ребенок поэтому варсимашвили я есть струна ребенок сын струны и вот так пошел потом после этого провала у нас было замечательное путешествие с иранцами с персами мы снимали персию фильм называется испахан батумы и там играет такой национальный герой ирана тогда тогда во время съемок я понял что значит бить национальным героем ирана это это нам не понять это то есть это другая психология абсолютно да масуд джафари он единственный владелец какого-то не очень-то ирана черного этого пакарате он единственный неапонец который владеет этим и в иране он мега популярен и национальный герой и вот он главной роли имеем и вот это было его заказу он хотел чтобы я снял бы его вот кино вдруг захотел кино сыграться и я так придумал ему сюжет мы снимали и в иране и грузии вот этот фильм нам помог встать на ноги а потом была следующая картина которая называется дом который удрал из окна вот абсурдное название те главной роли вели величайшая балерина не на баб она не ашвили в свое время суперзвезда и большого театра и метрополитен опера и и тоже был провал опять был провал то есть кино это есть так и провал а свободный театр экономически выживает хорошо все нормально свободный театр до выживают уже свободному театру 23 года 23 исполнилось 31 марта и вот все 23 года вы экономик тоже считаете экономику к сожалению приходится нет я просто был я понимаю что есть работа творческая есть экономика свет вода да да коммунальные расходы все есть конечно но как я уже говорил у меня очень хорошие технические персоналы и в одном театре и в другом театре они мне очень помогают я мою очень доверяю в основном это мои мои ученики батон автонин вопрос такой так я пойду вас послушав то есть вам везло вы везунчик да то есть получалось вот как вы хотели вдруг так получалось раз бог сверху дал вот так вот получалось вот так то есть это не было вот таких тяжелых как там эти лёгких тоже не было я не могу сказать что это все я благодарен богу что много чего он не дала так внезапно неожиданно дал подарок но ну все это легко вы с ней ничего не добывается еще такой вопрос вот с нашим родным городом вы в кишинев уже третий раз да да как вам кишинев вот мне вот первое впечатление кишинев и крае остров приехали вот как вы воспринимали кишинев первый раз попав сюда вы знаете это касается и кишинева допустим и нью-йорка игру на столице это касается всех городов я уже давно не воспринимаю города по архитектуре для меня города это люди первую очередь и та атмосфера которая или мне близко или не близко где я чувствую комфортно или некомфортно здесь я чувствую себя комфортно я знаю многие города мира где потрясающая архитектура но меня туда не тянет я не не хочу допустим если не хочу называться эти города я не хочу туда ехать а вот кишинев я приехала третий раз и с удовольствием приеду еще и еще раз потому что здесь люди люди которые которые мне близки с которым мне как бы хорошо уютно то есть кишинев воспринял да вы принять еще еще раз тоже воспринял да 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 города ведь так или тебя принимают или не принимают я думаю что кишинев меня принял и я принял кишинев но вы понимаете в любом случае вы же вот сюда приезжали я знаю вы приезжали к петру воткры его на фестиваль до фестиваль это не жилье это же это будет праздник с одной стороны сейчас вот у хромелина в театре тоже идет это праздник фестиваль до сделаны большим трудом но он идет то есть для людей это праздник гости которые приходят используют спектакль и смотрят другие стран приезжающие люди это общение это совершенно другая энергетика за счет другая энергетика чем обычно повседение даже не того же театра согласитесь и последний город а края приезжали к воткрыл там точно такая же атмосфера абсолютно это праздник а первый раз вы приезжали не первый раз я приезжал у нас были гастроли в театре чехова тогда показывали историю лошади к петру мы приезжали уже со спектаклом механической апельсин уже со свободным театром там тоже у юры на фестиваль два раза я поселила спектакль и я сам не смог приехать тогда тоже со свободного театра не но что что значит фестиваль праздник конечно фестиваль это в первую очередь праздник само слово фестиваль да это праздник но я ведь общался с кишиневцем я ведь не общался там я понимаю но вы же знаете это все таки там другая атмосфера я не был в акционе настрой не не но смотрите вот мы говорили перед началом что вот в риском театральном институте в молдавская группа до замечательные ребята замечательные и он мультиан мультиан да вот это его группа до мика стран бы она петру тоже есть тогда приезжал и сидел внук зара лодки понятия то есть я этих ребят знаю как бы независимости городов да и когда я приезжал приехал и встретиться опять с этими ребятами они познакомились со своими друзьями я с ними общался поэтому мое впечатление от этого города от этой страны это впечатление от замечательных людей и улице да вот я вчера весь день я не пошел на на спектакль только вечером пошел везде один гулял по кишиневу естественно когда ты гуляешь один по какому-то городу ты все время общаешься с какими-то людьми да хотя бы спросить там когда до пойти или как пройти или когда сидишь пешков и и слушаешь наблюдаешь это это те люди с которым мне и уютно не со всеми не бывают уютно а это как раз вот и эти лица эти люди создают города из из страны и замечательные люди этом я мать да я с вами согласен потому что вот например у меня с грузии да с грузии у меня три встречи это назвал локи паница с которым были знакомы с которым общались и получал сумасшедшие удовольствие от общения с ним вы бывали даже после фестиваля когда ну за рассказывал потрясающе это потом по маримазе и усилия не между прочим у меня есть рамаз мой актер у меня я познакомился с ним на фестивале петры открыл они друзья у меня есть небольшая коллекция этих самых коньяков такие вот первый бутылка в коллекции мне он подарил как раз подарил вот и селяне тогда это бутылка коньяка первую в мою коллекцию это мне есть до сих пор ну и вы вот в принципе у меня вот такое ощущение о театральной грузии рамаз мой актер он играет у меня играл и в одном театре и в другом театре сейчас он как бы со своем театре но продолжает играться у меня до сих пор он стал руководителем театра сейчас он в данный момент не руководитель театра но очень долго руководил несколькими театрами несколько притом сперва в горийском театре потом в батырском театре сейчас он актер кутаинского театра тбилисского театра имени туманишвили и у меня в свободном театре он играет так как он играл первом спектакле который назывался комедианты с которым открылся наш театр этот спектакль идет до сих пор и до 23 года этот спектакль идет и 23 года рамаз играет он месяц один раз приходит играть у вас получается в этом свободном театре два зала да вы сказали два зала 200 мест и 100 мест да да и в одном театре два зала и другом театре другу но грибайдовском театре там 700 40 мест большом зале а в малом зале 135 какой должен быть максимальный размер по вашему театрального зала сколько зрители я думаю что это немного это очень 300 да это такое имперское когда-то вот так строили я думаю что сперва строили для каких-то партийных собраний они плеваться хотели на драматический театр и поэтому состроили чисто по политической чтобы как бы будут собираться там и проводить какие-то свои мероприятия потому что мне кажется что для идеального такого драматического театра и там 200 300 месяц театр можно без дата существовать без датации но в нашем случае это как бы доказано что может но это исключение не должен давайте так скажем потому что но это нереально это просто понимаете я вот говорю что у меня просто у меня в свободном театре актеры которые очень популярные актеры и востребованные актеры они работают во многих театрах и работают и снимаются то есть они по популярности они были самые популярные в грузии почему это говорю потому что это как раз позволяет и отражается на доходы а это ну это означает то есть высокая цена билета да да а если бы они не были бы такими тогда ведь мы не смогли бы поэтому говорю что если вы их высокий гонорар позволяет ставить на билеты да и поэтому это исключение поэтому можно сказать что нет театр не может существовать без датации когда мне говорят а вот ваш театр я говорю это исключение исключение потому что вот потому 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 здесь вот эти имена работают но не могут ведь все театры так работать то вы получаете хороший маркетолог в общем то получит меду раз вы у вас будем говорить самодостаточный театр коми всего прочего нет то что ну да можно так сказать но но реально ведь я помог им сделать такими поэтому я воспитал они все мои ученики все поэтому ну да маркетолог но я думаю что просто может быть педагог хороший ну видимо есть в маму мама была хорошим педагогом вот эти педагогские гены будем говорить педагогические гены у вас тоже ну я увы я не педагог в общем то и получается ну что ж батон автодил огромного спасибо огромного спасибо спасибо вам что вы пригласили это очень интересно честно говоря вот так давайте вот для нас еще кусочек грузии вот еще такой кусочек грузии который показал грузии вот с этой стороны это еще очередное будем говорить так хороший кусочек грузии который спасибо дорогой или тоже я вот называю фамилии и имена моих друзей да и вот и тоже уже вошли в этот список все большое спасибо спасибо вам все до свидания дорогие друзья спасибо что вы были с нами спасибо спасибо спасибо